Пока Италия закрыта для туризма, мы совершим виртуальное путешествие по Венеции, не вставая с дивана и совершенно бесплатно. Виртуальная прогулка по Венеции станет почти настоящей, вы остановитесь в шикарном венецианском отеле, где жили герои Анжелины Джоли и Джонни Деппо из фильма Турист. Прогуляйтесь по улицам и знаменитым каналам самого романтичного итальянского города. Загляните в лучшие музеи и дворцы, куда даже не все туристы успевают зайти в реальности. Мы лишь покажем, как перенестись в самые прекрасные места города, а дальше вы пойдете сами. Если вы раньше не пользовались Google или Яндекс-картами, все фотографии здесь живые, их можно двигать, приближать, разглядывая детали, переходить в другие комнаты или ходить по улицам, кликая вглубь картинки. Возможно, после этой онлайн-прогулки вам захочется внести Венецию в свой список желаний, чтобы посетить лично. Для этого мы подготовили практические советы по городу. Виртуальная экскурсия во дворец Дожи. Самый красивый дворец Венеции. Венецианская роскошь 18 века. Лучшая коллекция мебели и картин той эпохи. Красивейший дворец, который не все туристы знают. Отель, где снимали фильм, турист, бьеннале искусства и архитектуры Венеции. Мост Риалта. Выставочный зал. Палаза Грасси. Смотровая площадка собора Сан-Джорджи Маджори. Виртуальная прогулка по Венеции. На катере настроения Венеции. Виртуальная экскурсия во дворец Дожи. Палаза Докал. Одна из главных достопримечательностей Венеции и самое любимое место туристов находится на площади Святого Марка. Это дворец Дожи, его также называют музей Дожи или Палаццо Дукали по-итальянски. Название происходит от главы Венецианской республики Дожа. Впервые дворец был построен в 810 году, но с тех пор, после пожаров, несколько раз перестраивался и реставрировался. Сейчас этот дворец стал самым впечатляющим музеем Италии с бесценной коллекцией произведений искусства. По золотой и работами венецианских живописцев украшены не только стены, но и дворцовые потолки. Залы поражают роскошью и великолепием. Сейчас читают, 10 удивительных городов на краю обрыва вход платный, 25 евро. Актуальную цену на разные типы билетов смотрите на сайте музея. Однако виртуальный тур в музей Дожи совершенно ничего не стоит. Кликайте по картинке и передвигайтесь по залам музея, здесь вы сможете подробно рассмотреть не только интерьеры, но и живопись. Когда ходишь по музею в реальности, то просто дух захватывает, однако и виртуальная экскурсия по Палаццо Дукали поможет оценить всю грандиозность этого потрясающего места. Если будете посещать дворец Дожи вживую, то лучше сделать это с хорошим гидом. История дворца необычайно богата, а залы скрывают не только исторические, но и архитектурные тайны. С гидом дворец откроется вам совершенно с другой стороны, а впечатления от посещения будут наиболее полными. Музейка Рецсоника, Сея Резоника, окунитесь в атмосферу венецианской роскоши 18 века, прогуляйтесь по залам с произведениями искусства и мебелью той эпохи. Величественный дворец Рецсоника хранит коллекцию венецианской мебели и картин 18 века. Обратите внимание на потолочные фрески, написанные знаменитыми художниками Джованни Батиста Тьеппола и Франческо Гварди. Интересно, что при посещении этого музея на верхних этажах чувствуется движение от проплывающих по гранд-каналу катеров, ощущения непередаваемые. Дворец Кавалли Франкетти Палазза Кавалли Франчотти, виртуальная Венеция прекрасна тем, что можно заглянуть даже в те места, куда туристы не успевают зайти в реальности. Дворец Кавалли Франкетти малопопулярен среди русскоязычных туристов. А зря, здесь очень красиво. Без посещения этого дворца виртуальная экскурсия по Венеции будет неполной. Сейчас читают, из Барселоны в Ниццу, как добраться и где лучше остановиться великолепное здание, с видом на гранд-канал, является собой один из самых красивых примеров неоготического стиля в Венеции. Дворец был построен знатной семьей венецианских патрициев рода Марчелла в 15 веке. Позже там жили другие семьи, такие как Гуссони и Кавалли, Федерико Фердинанда.